Рождественский Вертеп отправляется и туда, где совсем не осталось поводов для радости. В доме милосердия, больницы и даже в городке для переселенцев состоится настоящее театральное представление. Христос родился, славим Его! Вертеп отправился в дом милосердия затышек. Здесь уже более 10 лет заботятся об инвалидах, одиноких пенсионерах и людях, у которых совсем не осталось близких. Лидия Матвеевна живет в стенах приюта самого его основания. Квартиру отдала внукам, которые со временем переехали за границу и совсем перестали навещать бабушку. Пенсионерка говорит, не унывает и всегда находит повод для радости, несмотря на то, что близкие ее друзья понемногу покидают этот мир. Конечно, очень приятно, что к нам приезжают и детки, школьники, и из других церквей. Все равно заботятся о нас, что особенный же праздник Рождество, по-честному это правда. И в городе, и по телевизору посмотришь. И мы рады, что вот и вы к нам сегодня приехали, взрослые. Спасибо вам большое, что не забывают нас хоть в таких праздниках. А то, конечно, было бы тоскливо, что там мы говорили. Песни, пляски, калятки и рождественскую постановку привезли с собой члены культурно-общественного центра «Шелтер Плюс». Готовились целый месяц не зря, ведь они точно знают, самая главная задача – это дарить радость людям. Особенно там, где в ней очень нуждаются. Возьмем очень просто. Великую идею, великую новину про то, что народился наш Спаситель. И прославляем его. Будем сегодня в торговом центре. Сегодня были бабуси, дедуси. И будем рассказывать про звездку. Наша идея проста. Мы рассказываем, что народился Христос. И хотим, чтобы люди тоже его славили и рады вместе с нами. Потом волонтеры отправились в 8-ю губольницу радовать маленьких и взрослых пациентов благою вестью. Постановка состояла из двух частей. Первые участники радовали зрителей шутками про родной город. С юмором даже вспомнили принятый бюджет и тарифы, зарплаты горожан и даже грядущие выборы. Во второй части рассказали людям о самой главной миссии Вертепа – прославлении Иисуса. Лечащиеся с удовольствием поучаствовали в рождественской постановке, ведь такие праздники в больнице проводят нечасто. На Рождество само, на 7-е число нас отправляли домой, потому что никого в больнице не было. И нас не хотели оставлять одних. Лежу я здесь в данный момент буквально неделю, а так часто лежу, потому что у меня проблемы с глазами. Также праздничный Вертеп посетил модульный городок для переселенцев. Собрали жителей громко, созывая песнями, музыкой и калятками. Дети очень заинтересовались действием, особенно музыкальными инструментами волонтеров. Собрались в небольшом коридоре общежития, ожидая рождественского представления и подарков. К жизни в городке люди привыкли, а некоторые вовсе не хотят возвращаться обратно. Провели хорошо Новый год, Рождество отлично провели тоже. Помогают нам верующие. Вчера приезжали, поздравляли наших детей, подарки от пожарники. Приезжали тут позавчера детям инструкцию проводили. В общем, как бы так люди помогают местные, чем могут, тем помогают. Рождественский Вертеп подарил горожанам праздничное настроение и надолго заставил забыть о недугах, как физических, так и душевных. Даже если картина вокруг не праздничная, всегда можно найти повод для радости, ведь именно в Рождество сбываются самые заветные желания. Инна Даньшина, Александр Бондаренко, Первогородской.